Добрый день. Сегодня я хотел бы прочитать отрывок из книги Семенова Юрия Ивановича. Диалектики. Сумма суммару. Самым важным законом диалектики является тот, который чаще всего называли законом единства и борьбы противоположностей. Слово «борьба» в данном контексте не самое удачное. Как-то не поворачивается язык говорить о борьбе волновой и корпускулярной природы света. Борьбе ассимиляции и диссимиляции в организме. Качество и количество, необходимости и случайности и тому подобное. Поэтому лучше было бы именовать этот закон законом взаимного проникновения противоположностей. Либо законом единства и взаимоотрицания противоположностей. Основным этот закон является потому, что диалектика есть учение о развитии и движении, а всякое развитие, а всякое движение всегда противоречимо. Одним из первых в истории философии это показал третий представитель школы Элиатов, Зенон Элейский. Он стремился доказать правильность тезиса Парменида об отсутствии движения. При этом он исходил из положения о том, что в мире нет и не может быть ничего внутреннего противоречивого. Анализируя простейший вид движения, перемешивания в пространстве, Зенон убедительно доказал, что даже механическое движение, не говоря уже о более сложных его формах, есть вопиющее противоречие. Ему казалось, что он тем самым обосновал положение Элиатов в отсутствии в мире движения. В действительности же он только раскрыл противоречивый характер движения. Одновременно он показал, что пространство и время не могут быть только прерывными или только непрерывными, только делимыми или только неделимыми. Но сделать вывод о том, что они одновременно и прерывны, и непрерывны, и делимы, и неделимы, он, конечно, не смог. Закону диалектики 11 и взаимоотрицания противоположностей противостоят законы противоречия и исключения третьего, на которых базируется формальная логика. Но это противопоставление не является абсолютным. Суть обоих законов, прежде всего, законы исключения третьего, заключаются в требовании к человеку не противоречить самому себе, в противном случае он с неизбежностью придет к заблуждению. Диалектика тоже, как само собой разумеющаяся, предполагает, что человек во избежание заблуждения не должен вступать в противоречие самим собой. Формальная логика доводит требование к человеку не противоречить самому себе до предписания рассуждать во всех случаях по принципу, либо да, либо нет, что предполагает отсутствие в мире внутренних противоречий. Познать мир и само познание означает раскрыть существование в них противоречия. И в мире, и в познании одно и то же может быть одновременно и своей собственной противоположностью. Поэтому рассуждать в таких случаях по принципу либо да, либо нет, означает искажать реальную картину мира и познания, то есть скатываться к заблуждению. Чтобы прийти к истине, нужно в такого рода ситуациях рассуждать по принципу и да, и нет. Это было наглядно показано, когда рассматривались вопросы об отношении между восприятиями предмета и предметами восприятия, между миром себе и миром для нас, необходимостью и случайностью, и т.п. и т.д. Раскрывать реальные противоречия и вступать в противоречия с самим собой – совершенно разные вещи, когда человек выявляет реальные противоречия и говорит о них, он не противоречит самому себе. Конечно, человек, пользующийся диалектикой, не застрахован от риска впать в противоречия с самим собой. Поэтому в каждом конкретном случае необходимо тщательно разбираться в том, раскрываем ли мы при этом реальные противоречия или же просто заботаемся о собственных рассуждениях. Для этого нельзя ограничиться утверждением, что в данном случае нужно мыслить по принципу «да» и «нет», а необходимо раскрыть, как одно и то же может быть одновременно и своей собственной противоположностью. Именно в этом суть закон единства и взаимоотрицания противоположностей. Геги подразделил всю систему категории диалектики на две части – учение о бытии и учение о сущности. В этом был глубокий смысл. Познание человека действительно идет от внешности, внешности мира, от явлений к сущности. Первой категорией диалектики, несомненно, является категория бытия или существования. Первоначальным объектом познания является то, что существует. Этим существующим является прежде всего сам объективный мир – материя. Все, что существует, всегда существует где-то и когда-то. Формами бытия мира являются время и пространство. Мир первоначально предстает перед человеком как совокупность материальных тел, материальных же потоков и объективных событий. Познание его идет по двум линиям. Первая линия – обнаружение свойств объектов в подразделении этих свойств на существенные и существенные, и тем открытие общего в отдельных объектах, их качеств. Вторая линия – познание связи между объективными событиями и отделение связей существенных и несущественных. Важнейшей формой существенных связей между событиями является причинно-следственные связи. Важно подчеркнуть, что на этой стадии познания человек знает, что одно событие – причина, вызывает другое событие – следствие, но не знает, почему это происходит, не знает механизма этого порождения. Постепенно, наряду с понятиями причин и следствия, выделяется понятие условий. Если тела и потоки могут существовать долгое время, то события, свершившиеся, перестают существовать, уходят в небытие. Так бытие превращается в небытие. Наряду с качественными вещами обнаруживаются их количественные характеристики. Первоначально количество предстает как безразличное качество определенной вещи. Затем выявляется связь между качеством и количеством. Выясняется, что количество безразлично, качество лишь в известных пределах, которые носят название «меры». Когда изменение количества переходит узловую точку «меры», изменяется качество объекта. То есть одно материальное образование превращается в другое, качественно от него отличное. Это качественное изменение принято именовать «скачком». Закон перехода количества в качество. Второй закон диалектики. Он крайне важен для познания и понимания мира. Пренебрежение этим законом лежит в основе редукционизма, сведения высших форм движения материи к низшим, что и сейчас имеет широкое распространение. Редукционисты не в состоянии понять, что, казалось бы, то же самое качество, но в ином количестве, есть уже другое, новое качество. Каждому качеству присуще количество и мера. Переход узловых точек, который ведет к исчезновению данного количества, качества, к его отрицанию. Но это отрицание качества есть не только его гибель, но и одновременно рождение нового качества. Старое качество не исчезает полностью, а сохраняется в новом, но только в снятом виде. Отрицание, которое является не просто отрицанием, а снятием, есть необходимый момент развития. Понятие перехода количества в качество, выхода за меру, отрицание, снятие характеризуют разные стороны превращения одного качества в другое качество, коренного изменения объекта. Таким образом, в небытие могут уходить и уходят не только события, но и материальные тела и потоки. Но этот уход в небытие есть одновременно появление нового бытия. С возникшим новым качеством с неизбежностью произойдет то же самое. Произойдет его отрицание, его снятие еще в более новом качестве. Здесь перед нами третий закон диалектики. Закон отрицания-отрицания. Превращение одного качества в другое есть процесс, тем более процессом является непрерывный ряд таких превращений. С открытием закона перехода количества в качество и отрицания-отрицания, мир предстает перед человеком как совокупность не вещей, а процессов. Категория процесс является важнейшей категорией диалектики, соединяющей воедино объекты и события. За внешним чередованием событий скрывается процесс превращения объектов. Превращение одного качества в другое может происходить по-разному. При одной форме не существует промежуточного состояния между старым и новым качествами. При другой форме между старым и новым качествами существует переходное состояние, когда новое качество одновременно и существует, и не существует. Существует, ибо уже возникает, и не существует, ибо еще не возникло. Процесс, происходящий в это время, носит название становление. Становление есть неразрывное единство бытия и небытия. Важнейший вид процесса – неочередное повторение того, что уже происходило раньше Появление принципиального нового качества, более высокого, чем прежнее Процесс поступательного развития или прогресс Исследование процесса предполагает переход познания от явлений к сущности Раскрытие его внутренней необходимости Которая внешне проявляется в чередовании событий, каждое из которых взятое в отдельности случайно Кроме категории необходимости и случайности, нужны понятия предопределенности и неопределенности Возможность и действительности, возможность и невозможность Вероятности и неизбежности, а также закономерности и закона Путь, ведущий к выявлению законов развития, лежит через категорию меры Выяснение причин перехода количества в качество при переходе через узловые точки мера Дает ключ к пониманию сущности явлений, то есть законов, управляющих ими Познать сущность происходящих процессов, означает знать не только то, что одно событие влечет за собой другое Но и каким образом первое вызывает второе Знать не только внешнюю сторону, но и внутреннюю необходимость, предопределенность протекания процесса Хотя понятие процесса является одним из важнейших категорий диалектики, оно не признается таковым С этим связаны разработки целого ряда его сторон Как это ни странно, но в философской литературе есть понятие движения и развития Нет специального термина для обозначения того, что движется, развивается Таким термином могло бы быть слово субстант У латинского sumstantivus, самостоятельно существующий Субстант — это то, что движется, развивается, находится в состоянии процесса В мире существует целая иерархия субстантов Каждый субстант может и сам состоять из меньших субстантов и быть частью другого, большего субстанта С видением понятия субстанта получают конкретизацию понятия целого и части Целое всегда субстант, части всегда части субстанта Сейчас для характеристики субстанта состоящих из частей применяют понятие системы Система всегда состоит из элементов, связанных во единой структуре Важнейшими понятиями, дающими возможность схватить протекание любого процесса являются категории содержания и формы, понимаемые не как внешняя оболочка субстанта А как внутренняя организация его содержания Изменяющееся содержание рано или поздно приходит в противоречие со своей формой В результате происходит сбрасывание старой формы и перестройка содержания Один объект трансформируется в другой Каждый процесс развития того или иного определенного субстанта тоже иерархичен Существует два главных его уровня – событийный и процессуальный Последний из которых включает в себя несколько под уровнем Другими важными категориями, из которых невозможно понимание процесса являются понятия факторов движущих сил развития У Гегеля эта категория отсутствует и понятно почему У него везде движущей силой развития является абсолютной идеей во всех ее видах Материалистическая же диалектика без этой категории обойтись не может Каждая категория диалектики, являясь отражением одной из всеобщих объективных форм существования и развития объективного мира Одно из мира формы, представляет собой предельно общую форму движения мышления как объективного процесса Диалектика этих категорий отражает диалектику объективного мира Спасибо вам большое, это первый мой опыт таких публичных чтений Извините, если где-то я недостаточно выразительно или четко что-то прочитал Спасибо вам большое за внимание Читайте книги Семена Юрия Ивановича Введения, философия, истории и другие Спасибо большое Продолжение следует... Спасибо